Всем привет друзья, добро пожаловать на канал закажу и покажу. Сегодня у нас будет распаковка браслета от Xiaomi Mi Band с датчиком сердечного ритма. Посылочка дошла за 35 дней и стоила 18 долларов 99 центов. Значит продавец оценил 100 грамм и написал стоимость 7 долларов. Давайте раскроем. Так все упаковано, продавцом не вскрывалось, как видите. Давайте откроем и снимем пленочку. Заказал для приятеля. Такой версии браслет, кто смотрит меня, видел уже на распаковку обычной версии. Тоже идет версия с датчиком сердцебиения. Ее у меня еще на канале не было. Все ломим. Вечно невозможно открыть. Коробочка еще немножко смята. Так, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, ну и если кто помнит, да, в прошлый раз, когда я распаковывал обычную версию, там у нас, значит, была моделька, если не память не изменяет, вот так же XMS H02HM. А в предыдущей версии была модель XMS H01HM. Значит, у нас питание 5 вольт, защита IP67, поддержка Android 4.4 и выше, Bluetooth 4.0 и аккумулятор 45 мА. Так, ну давайте вон откроем. Ну, как всегда, если вон плотная коробочка, здесь у нас поворон мягкий. Давайте откроем, собственно, вот сама капсулу. Как всегда, запихали и достанешь. Так, все, капсулу достали. Ремешочек. Так, кабель зарядки. И мануал. Так, значит, мануал у нас, как всегда, на китайском языке. По-моему, даже ничем не отличается от предыдущей версии. Никак он не выдает себя, что это именно версия с датчиком сердечного ритма. Ну, в принципе, все в картинках, все и так понятно. QR-код для скачивания приложений. В общем, это ни к чему. Ну, по первому взгляду, что могу сказать? Кабель немножко другой. В моей версии такой более надежный, что ли. Здесь какой-то такой уже более простой. Ну, какой-то вот лапша, он какой-то попроще. Так, ну и, собственно, что у нас? Вот сама капсула. В принципе, по первому взгляду никак не отличается от обычного. Браслет. Оригинал. Designed by Xiaomi. Давайте посмотрим. Сравним с моим. Ну, абсолютно никакой. Вот чисто внешне, да, вот как видите, разницы никакой. Он не больше, не меньше. Они абсолютно идентичные. Только вот снизу можете наблюдать, да, небольшое отличие есть. Хотя, знаете, новая моделька, она чуть-чуть потолще. Буквально на миллиметра полтора. Так, в принципе. Ну-ка, вот сейчас мой старый браслет встанет. Да, встает в старый браслет вообще без проблем. Ну-ка, этот. Вот. Новый. Вот. Новый. Вот. Ах. И этот так же встает. Ну, ремешок вообще не изменился. Немножко они поменяли просто толщину. А так он примерно такой же. Вот, можете наблюдать, да. Абсолютно одинаковые. Ну, показывать, как все это работает, я, наверное, не буду. В интернете и так полно роликов, как все это работает. Наверное, возможно, сделаю видео сравнение двух браслетов. И вообще, я обещал сделать видео такой, как бы, отзыв, да. Ну, чисто мои впечатления, мой опыт использования. Если вам интересно данное видео, ну, не именно которое сейчас, а вот именно видео, как бы, видеоотзыв, как я уже сказал, и сравнение двух браслетов, то напишите в комментариях, ну, снять или не снять. Вот. То, если интересно, то я обязательно сниму. Ну, вот, в принципе, все встало. Очень, как всегда, все качественно, все красиво. Вот Xiaomi. Единственное, как я уже сказал, да, шнурок и зарядки, немножко тут они уже подешевле сделали исполнение. Предыдущая версия была, по-моему, более, такая, более надежная. Ну, опять же, если буду видео снимать, то, видео сравнение, то я наглядно все покажу. Ну, а вам, если понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если не подписаны, поддержите. Для меня это очень важно. Помогите развитию канала. Всем спасибо. Ссылочка на продавца будет под видео. Также на магазин продавца. Всем спасибо. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок